Большинство случайных научных открытий вообще не вписывались в традиционные представления о научном методе. Многим знакомо это понятие, но мало кто действительно понимает, что оно означает и почему его так сложно подружить со случайностью. А всё довольно просто, взгляните. Сначала идёт наблюдение, затем постановка вопроса, дальше выдвигается гипотеза, затем проводится эксперимент, после чего анализируются его результаты и, наконец, делается вывод. Ничего сложного, если вы учёный. Вы ведь учёный? А теперь представьте, что на фоне долгой подготовки и глубоких знаний об устройстве природы появляется какая-то случайность. Не мудрено, что её роль долго считалась несущественной. Однако реальности как-то пофиг учётам, думают учёные, поэтому практика быстро показала, что умение различать новые, непредвиденные возможности это не менее важная составляющая научного подхода, чем накопление глубоких знаний. Многие люди, которые не связаны с научной деятельностью, до сих пор считают, что научно-технический прогресс можно спрогнозировать или даже запланировать. Но вы-то так не считаете. В реальности всё происходит, мягко говоря, иначе. У меня про это был ещё один ролик. И с этим пониманием изучение серендипности стало как никогда актуальным. Бла-бла-бла, а мне-то чё с твоей серендипности, спросишь ты? Я же не учёный. На самом деле чё и ещё как чё? Ведь фактически серендипность – это реальный способ быть удачливым по жизни. Смотри, удача – это позитивно воспринимаемое событие, возникающее в результате определённых обстоятельств в жизни человека. То есть получается, что чем чаще человек распознаёт свою потенциальную выгоду в случайных обстоятельствах, тем чаще он и оказывается в тех самых ситуациях, которые со стороны выглядят как удача. Это ведь невероятно круто. С нами каждый день происходят события, которые могли бы стать удачей, но мы их просто не видим. Однако не всё так просто. Сейчас слушай особенно внимательно. Никакая серендипность тебе не поможет, если ты тупой. Для того, чтобы увидеть и использовать возможности, тебе понадобятся глубокие знания, навыки и самый важный опыт. Здесь я хочу вспомнить о противостоянии удачи и тяжёлой работы, когда речь идёт об успехе. На канале Veritasium есть отличное видео на эту тему, где автор, основываясь на многочисленных исследованиях и статистике, приходит к следующему выводу. Успех – это тяжёлый труд плюс удача, где при прочих равных условиях решающим фактором становится именно удача. В это не хочется верить, потому что множество успешных людей то и дело твердят, что секрет успеха заключается в тяжёлой работе и целеустремлённости, но мало кто признаёт фактор собственной удачи. Конечно, куда приятнее думать, что во всём только твоя заслуга, однако сплошь и рядом нас окружают не менее целеустремлённые и трудолюбивые люди, которым просто до сих пор не повезло. Бывают и крайности, когда человек считает себя неудачником. Он считает, что ему постоянно не везёт, потому что какие-то высшие силы обделили его удачей или ещё какая-нибудь хрень. Но если взглянуть на вопрос более научно, то окажется, что серендипностью обладает каждый. Просто развита она у всех по-разному. Одни просто надеются, что однажды им повезёт, а другие умеют вовремя понять, что необходимо сделать, чтобы из случайных событий взять всё необходимое. Соединить это с тяжёлым трудом и получить успех. Если так подумать, получается, что серендипность является реальным способом увеличить шанс возникновения удачи. Блин, звучит фантастически, особенно учитывая, что сегодня это явление активно изучается и применяется в университетах, а в бизнес-среде оно всерьёз рассматривается как конкурентное преимущество. Как же развить серендипность и начать ею пользоваться осознанно? Представь, что нам нужно прокачать характеристики персонажа, чтобы получить пассивку серендипность. Ясное дело, что сначала мы вкачаем интеллект. Мы получим негативный эффект горя от ума, но зато значительно увеличим шанс критического успеха. Дальше какое качество присуще большинству учёных? Любопытство. Им ведь всегда интересно понять, что за случайность они наблюдают. Вкачиваем. Из негативных эффектов попадания в ад. Но оно не действует, если ты играешь за класс атеист. Это тебе от меня такой небольшой чит-код. Также возрастает вероятность получить случайный урон, но зато из положительных появляется иммунитет от скуки. И ещё одна обязательная характеристика – это восприятие. Оно позволяет лучше замечать и принимать к сведению даже самые банальные и раздражающие явления, вместо того, чтобы просто слепо от них отмахиваться. Характеристика, конечно, достаточно сильно прожирает энергию, но зато позволяет собрать все пасхалки. Наконец, прокачав все эти характеристики, мы получаем доступ к желанной способности – серендипности. Короче, как видите, никакой волшебной таблеткой тут и не пахнет, и придётся нехило постараться, чтобы склонить удачу в свою сторону. Пока я разбирался с этой темой, стало ясно, что серендипность похожа на творчество. И там, и там лучшие идеи возникают будто бы из ниоткуда, как вдохновение. И я подумал, существует ли какая-то реальная, внятная система для развития творческого мышления. Оказалось, что да, такая существует, и я напомню, что творчество – это не только рисование. Кстати, это акварельный оригинал, логотип моего канала. Встречайте, ТРИЗ. Нет, не ТРИЗ, как бы не хотелось, а ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач, которую в 40-х годах начал разрабатывать советский изобретатель Генрих Альтштуллер. Не волнуйтесь, это не какая-то псевдонаучная дичь. Методы ТРИЗ имеют широкое признание во всём мире. Их используют Apple, Samsung, Intel, Ford, Toyota, BMW, General Motors, LG, HP, Gillette, Kodak, CERX, Boeing и даже NASA, а также куча других компаний. Результаты применения ТРИЗ очень сложно добыть, потому что эта информация предоставляет конкурентное преимущество. Но, например, известно, что с использованием этой теории Samsung только лишь за 2003 год зарегистрировали более 50 новых патентов.